Приветствую вас. Смотрите. В целом есть ощущение, что вы живете в постоянной угрозе, и вами владеет мысль о необходимости себя защитить. Очень важно здесь работать с личными границами, с ответственностью личной и с умением, вероятно, вероятно всего, с умением говорить о самочинениях, что с этого проблем. Также чувствуется, что вы все делаете на взрыв, то есть очень очень через силу. Вот. И как бы не чувствуете, ну, чувствуете себя. Вот. Вот. И чувствуете, когда нужно, например, остановиться, когда нужно, например, закончить, когда нужно, например, придохнуть, сказать о себе и окружающем, нет. Вероятно, у вас присутствует чувство вины. Вот. Вот. Что я снять? Может быть, присутствует чувство вины. И если чувство вины есть, нужна работа. Что я подразумеваю под нужной работой? Что я подразумеваю? С этим я подразумеваю то, что вам необходимо определить, где я, то есть, собственно, где моя ответственность, вообще-то говоря, ну, других людей. Вот. И, соответственно, брать только то, что вы сами хотите. Но ни в коем случае не то, что вам, например, кто-то навязывал. Вот. Это очень важные моменты, на которые необходимо вам обратить свое внимание. Вот. 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 Примерно. Примерно так. Примерно в таком ключе. Я думаю, что вам можно ответить. Что касается навязчивых мыслей. Вот. Что касается навязчивых мыслей, то здесь ситуация примерно следующая. Навязчивые мыслей представляют из себя желание. Навязчивые мысли представляют из себя потребности. Не простые потребности. Но потребности, извините, ваши, которые именно вам нужно удовлетворить. Вы этого не делаете. Вы игнорируете свои потребности. И, в итоге, в итоге не получается ничего хорошего. Поэтому, и появляются навязчивые мыслей. Свои желания необходимы. Необходимо идентифицировать. И научиться правильно реализовывать. Страх. 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 Это. Как реакция на угрозу. Аааа. Ну. Может быть. Так. И. Определенные желания. Вот. Желания в человеке. Да. Ну. Например. Если человек боится смерти. Что. Ааа. Так сказать. Подсоверная речь идет о том, что. Ааа. У. Субъекта. В какой-то степени. Ну. Довольно. Такая. Знаете. Пустая жизнь. Ааа. Вот. Этот субъект не чувствует. Ааа. Не чувствует, что его жизнь. Ааа. Ну. Наполнена. Да. Ааа. Вот. Субъект больше чувствует, что. Есть. Ааа. Пустота. В. Его жизни. И. Собственно. Вот. Он. Пытается. Всеми. Силами. Ааа. Все это сделать. Чтобы. Чтобы этой. Условно говоря. Ааа. Ааа. Собственно. Собственно. Ааа. Пустоты. Не было. Либо она была меньше. Героинам гораздо меньше. Вот. Соответственно. Здесь идея. Идея. Ааа. Смерть она. Ааа. Приходится. Как нельзя. Кстати. Ну. А то, что вы боитесь. С людьми это как бы связывает о том, что вы в этих людях, ну точнее, в чем-то, в чем-то связанном с людьми вынуждаете. Конечно, не совсем понятно, в чем именно вынуждает, не совсем. Может быть вынуждаетесь в обнимание, может быть вынуждаетесь в любви, может быть вынуждаетесь в заботе, может быть вынуждаетесь в чем-то еще. Но тут, понятное дело, неверно, тут понятное дело. Нужно все это выяснить, но очевидно, что так. Чувствуется, что вы находитесь в таком, знаете, в такой очень свободной ситуации. Сюда же, конечно, сюда же относятся и то, что вы не очень хорошие отношения с мужем имеете. Сюда же относятся и то, что, вероятно, что вероятно дети вам в какой-то степени, стягачал, вот, хотя, ну, понятное дело, что дети сами к себе стягачить, ну, не могут. Вау. Ну, тем не менее. Вот это такая вот внутренняя несвобода. Получается, вот, достаточно сильная, достаточно серьезная, вот, которая, ну, просто-напросто, не позволяет вам быть слабыми. Вычетывается, это себе не принадлежит. Вот. Ну, такой, может быть, более понятный. С точки зрения, это выглядит, вот, по соотношению всех ролей, например, по соотношению этих ролей, которые вы, ну, выполняет. По соотношению тех ролей, которые вы, например, можете выполнять. Бабуф. Ну, речь идет о чем. Идет о том, что, вот, как, например, часто вы бываете, допустим, женщины. Как часто вы бываете, допустим, мамой? Как часто вы бываете, допустим, ребёнком своих родителей? Вот. Ну, и бывает ли вы вообще ребёнком своих родителей? Вот. То есть есть у вас, есть ли у вас такая возможность быть ребёнком, да, своих родителей? Вот. Это очень важные моменты, на которые нужно обратить вам обратить в любом случае на мою самую приятную внимание. Ну, и, как косвенно заметил мой коллега, вот, что не побороть, да, мы будем помочь вам ваше состояние. К примеру, избавиться от него. Или, к примеру, раскрыть его. То есть состояние, которое сейчас есть, оно вам для чего-то дано. Оно вам, оно о чем-то свидетельствует. Так. Так. Ваша статика, в том числе, ну, пытается, условно говоря, донести до вашего сознания, что что-то не так, что что-то не есть. Хорошо. Что есть, что есть какие-то трудности. Что есть, какие-то факторы, на которые вам нужно обратить внимание. Вот. А вы пытаетесь это побороть. Я думаю, что, вот, отчасти, именно потому что вы пытаетесь побороть какие-то моменты свои. А, отчасти, именно поэтому у вас есть те сложности и трудности, которые вы ощущаете. Потому что, если бы, если бы вы побороть не пытались, если бы вы прислушивались к себе, если бы вы позволяли бы себе быть условно, вот. То ситуация была бы, ну, гораздо, 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 гораздо лучше. к вам гуманнее. Вот. Вот так. Ну, а так получается, получается, что вы себя не цените, вы себя не залеете, вы о себе не заботитесь. То есть, когда за вас это пытаются сделать ваша, ваша собственная психика, вы от этого стараетесь оградиться, останитесь вообще, сделать личное, что происходит не с вами. Вот. Ну, результат совершенно очевидно, да. Вот. Это довольно негативно получается. Что касается людей, то здесь всё все такова, что вы не можете взаимодействовать с людьми, потому что они сравнивают себя с ними. Вот. И сравнение, сравнение с другими людьми, оно вот, в данном случае, не идёт на пользу. Мам, да, и... Вы, вот, вот, боитесь... Из-за этого, на мой взгляд, боитесь выходить из дома, там, боитесь как-то демонстрировать, то есть вот такая, получается, заниженная, очень заниженная самооценка, которая, ну, по большому счету, не выдерживает никакого контакта с людьми, там, что нужно же демонстрировать себя, а вот это не получается. Дальше. Следующий момент, который я хотел бы вам донести, он, этот момент заключается в том, чтобы, спрашивать для вас, почему вы не выполняете прописание врача? Да, тут я вам обращаю. Препараты вы их не принимаете. Вот. Почему? Вы говорите, что я храбоюсь, что что-то случится. Почему с вами должно что-то случится? Почему вы, вот, считаете, что с вами что-то случится? Обязательно что-то случится. Ну, я думаю, что у этого есть также свои некие причины. Почему вы так вот думаете, почему вы так считаете? Почему вы так оцениваете? Эту ситуацию. Почему она так, условно говоря, видит? Вот. С этим тоже необходимо разобраться. Вот. Потому что в этом будет проявлять один из своих симптомов. То есть страх, такой страх, что со мной может что-то произойти. Но, на вопрос потом, почему со мной должно что-то произойти? Вряд ли, вряд ли вы сможете найти ответ. Привет. Вам, вам. Вы думаете, что с вами что-то произойдет? Вы боитесь того, что с вами можете что-то произойти? Вы хотите, чтобы с вами что-то произошло? Вот. Вот. Так вы надеетесь вырваться, я так думаю, из того вот круга. В круга. Порочный круг. В обрыве оказалось. В общем, что с вами есть. Вот. Согласно. 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 В обрыве оказалось. Если хотите, то мы вам, конечно же, поможем, мы вам, конечно же, поможем в ней разобраться. Вот, мы поможем вам корректировать, ну, собственно, себя, вот, мы сам всё сделаем, но важно немножечко другое, важно немножечко другое. Важно то, хотите ли вы этого. Вот что, пожалуй, самое важное. Так что посмотрите, подумайте, решите для себя, что, в каком направлении вам хочется двигаться, если хочется. Вот, и можно будет тогда уже приступать. Приступать к решению вашей проблемы. К психотерапии приступать. Но хочу предупредить, что, если вы стремитесь всем угодить, у меня именно такое ощущение, что вы пытаетесь всем угодить. Что, в процессе психотерапии, вы выясните, что подобное поведение неэффективно. И будете от него отходить отказываться. Но люди вокруг вас, которые привыкли к определенному вашему поведению, принять его, скорее всего, отказываться. Люди отказываться понимать, что вы, перестали делать то, что вам, например, не нравится, что вы перестали делать те вещи, которые не хотите делать. Вот. Люди это воспримут, скорее всего, негативно. И вам к этому нужно быть готовым. И просто знать, что ситуация может произойти. Вот. Ситуация, скорее всего, произойдет. Ну, просто, вот. Просто потому, что так. Просто потому, что, вот. Люди привыкли. И если вы не готовы к такому повороту, то я боюсь, что результатов от психотерапии вы не получите. Тех, по крайней мере, которые могли бы действительно как-то вашу жизнь изменить. Вот. То есть, по большому счету, по большому счету, главный вопрос, который вам нужно себе задать. Звучит так. Готовил ли я изменить свою жизнь? Согласна ли я осцент, что мои действия привели, а у меня что-то не было? Вот. Если согласны, мы вам поможем. Вот. Если же нет, если же нет согласны, то, ну, в таком случае, я полагаю, что все остались какие-то. Вот. Вот. Даже при условии, если вы будете принимать препараты. Вот. Даже если вы будете принимать лекарства, которые вам нужно собрать. Вот. Проблема это. Оно не решит. Ваши проблемы до конца, а это не решит. Вот. К сожалению. Вот. Примерно. Такую осветь я могу отдать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешит. Ваше слово в artists и widowvie. Я не меньше. Вам такого. Еле дерево интересное место имя, в belovedFreeц,